Полагаю, вас интересует итог сегодняшнего дня. В общем, день был очень тяжелый, но с моей точки зрения день был хороший. Я думаю, что сегодня суд услышал не просто версию, а то, что на самом деле происходило несколько лет тому назад при заключении договоров поставщиками сырья в ГУПу консервной заводы. Потому что очень много было домыслов, очень много было всевозможных версий. И с моей точки зрения они не находили объяснений, не только доказательств, объяснений. Мне было непонятно абсолютно, если поставщики в кредит заводу поставляют основу его деятельности для производства маргарина, то как эти же поставщики платят за это взятки или совершают коммерческий подкуп? По идее, это должно бы быть с точностью да наоборот. Если директор завода заинтересован в том, чтобы у него были стабильные поставщики, такие, которые не нарушают контракт, поставляют качественный товар для того, чтобы работал завод и работал в плюс, а он стал работать в плюс, он стал рентабельным заводом в этот период времени, то о каких взятках или коммерческих подкупах идет речь? Это тогда директор завода должен был бы заинтересовывать поставщиков, а не наоборот, о чем сегодня нам и рассказал Кира Косян. Это первый кусочек, вот с моей точки зрения, это такая вот фундаментальная основа, вот первый большой кирпичик, из которого мы можем делать выводы, что на самом деле имели место нормальные, законные гражданско-правовые отношения. Еще одно. Понимаете, в чем здесь еще дело? Ведь когда люди совершают вот такие сделки, а договор – это сделка двусторонняя, и договариваются на длитный период времени, они берут на себя риски. Риски в чем заключаются? Стоимость этого масла жировой основы – доллара. Доллар у нас, как вы понимаете, прошу прощения за это слово, пляшет. И в 2015 году он прыгал от минимума до максимума. И как нам говорил один из свидетелей ранее, в течение дня цена за жир могла разниться. В течение одного дня. То есть с утра это могла быть одна цена, через два часа могла быть другая цена. А они заключали длительный договор на длительный период времени и брали риски на себя, потому что цена сразу определялась. Еще одно. Им вменяют заведомо завышенную цену, а цена устанавливалась в СИНом управлении. И плясали они от той цены, которую в СИН спускал заводы, внутри системному поставщику, который поставлял маргарин. Как сегодня сказал один из подсудимых, это теперь я понимаю, что будет, если не поставить этот самый маргарин с заключенным, который находится там. Потому что будет бунт ли, недовольство ли, но в общем ничего хорошего из этого не будет. И поэтому нарушать договоры поставок было крайне сложно. От этого и возникали некоторые, скажем так, отступления от каких-то жестких норм, но не уголовно наказуемые. Еще одно. Вот посмотрите, я уже обращала внимание на эти обстоятельства, и сегодня их подтвердил Киракосян и нарисовал вот ту самую схему. Что значит эта схема? Ему вменяют то, что он от имени мастера-кондитера заключал договор с губком консервный завод и по большущей цене, заведомо завышенный, им продавал вот эту жировую основу. При этом там посчитали суммы. Я не буду эти миллионные суммы вам сейчас здесь называть. Они большие. Но посмотрите, что происходит. Вот в этой цепочке поставщиков есть производитель. Вот у этого производителя он сам товар свой, масло жировой основы, не продает. Работает он с дистрибьюторами. Вот один из таких дистрибьюторов, который был партнером мастера-кондитера, закупает у него, у производителя, по какой-то цене вот эту основу. Потом свой плюс, свой заработок, как нам сказал Киракосян, маржу. Нет у нас такого термина. Но все понимают, что это дельта, разница вот в этой стоимости. Зарабатывая себе, продает ее следующую, уже по другой цене. А нам следствие говорит, мы не знаем по какой цене. Это не установлено. Тогда о чем речь? А этот второй продает третий, уже по своей цене. И тоже имеет свой плюс. И еще доставка транспортная, которая тоже стоит денег. И вот от третьего в этой цепочке деньги, товар поступает мастеру-кондитеру, который уже его поставляет к залу. А вот эту всю разницу, все, что каждый из них прикусовал себе, они включили в мастер-кондитер, да еще назвали и это ущербом. Вот как так может быть? Они в кредит поставили вот этот товар. Завод произвел маргарин, отправил его, и потом начинает им возвращать деньги. А они и с этими деньгами расплачиваются теми, кто для них на определенном этапе покупал и вкладывают в дальнейшее развитие производства. О чем речь? Все прозрачно, все нормально, и никаких подложных накладных, и никаких подложных документов, потому что они объясняли. От производителя до поставщика это может идти напрямую. Доставка, формальная доставка. Но она будет документально оформляться на каждую из организаций. Это законно, это предусмотрено вот этими договорами, законами, на которую она шла и которая оплачивает. Вот эти вещи, мне кажется, дают возможность поразмышлять о том, насколько это правильно, насколько это преступно. С моей точки зрения, это совершенно не преступно. Те риски, о которых говорил Киракосян, он, как и другие поставщики, брали на себя. Это заводу была выгодна отсрочка в 120 банковских дней. Завода. Киракосяну нет. Но Киракосян пошел и на то, чтобы потом за меньшую сумму поставлять, потому что, он говорит, тогда договор был заключен на менее короткий срок. И мне было интересно, я уже просчитал какие-то вещи, получить вот здесь свою какую-то выгоду. Для этого я и работаю. Для этого я и работаю. Чем не делать ничего. И поэтому все были довольны. И завод, и поставщики, и те, кому поставлялось это. И уже знаете, совершеннейший абсурд, когда пишут, что поставщик сырья Киракосян оказывается, обманывал или вводил в заблуждение террорганов. Он с ними вообще не контрактировал. Он к ним не ездил. Он их не знает. Он не участвовал в контрактах. Уф, да все это, ответ нет, не знаю, не участвовал, не могу. Но нам, тем не менее, вот эти все вещи говорят. Равно, как и то, ну согласитесь, если человек дает кому-то взятку. Представим себе на секунду. Он должен знать, сколько, где, кому и за что. За что. Вот ни на один из этих ответов обвинение нам не дало ответа. Вопросы остались, ответов нет. И я при этой ситуации понимаю, что я буду и в премиях задавать риторические вопросы. Господа, как так можно? Ну хоть одну бумажечку мне сказать, что они Киракосян говорят, пусть мне дадут бумагу, где будет написано, что я с террорганом подписал хоть один договор, где я что-то им обещал, где я в чем-то их обманул. Нет этого. Вот понимаете, рассуждать можно на разные темы, верить можно по разным основаниям и даже без оснований. Вот просто верю, нравится мне человек, я ему верю, а вот это не нравится, я ему не верю. Но если ты сторона обвинений, если ты предъявляешь это обвинение, то ты должен указать, это подтверждается вот этим договором, вот этим расчетом, вот этим заключением эксперта. А если у тебя этого нет, ну тогда умей смелость сказать, что некие вещи, которые сначала фу, делались, они не подтвердились. Вот с моей точки зрения, сегодня был тот день, когда мы допросили основных лиц, которые в этой системе, цепочке участвовали, тех основных, которым предъявлено самое тяжелое обвинение. Я очень надеюсь, что все-таки это было не в пустую, и я очень рада, что суд удовлетворил мое ходатайство и дал ему возможность нарисовать эту схему, потому что все понимают, как сложно экономические вопросы на слух воспринимать. А вот когда ты видишь эту цепочку, и когда стрелочка ведет от одной организации к другой, к третьей, к четвертой, к пятой, и согласитесь, нам говорят, подконтрольные организации, аффилированные организации, фирма Фрей работала в 2010 году. Работала, стояла на учете в налоговой, платила налоги и так далее. Ни его вина и ни его обязанности Ракосяна это доказывает. А он сейчас вот эти все вещи говорит. Проверяйте, господа, не хотят. Ну, наверное, пока все. Надеюсь, дальше мы будем работать. Продолжение следует...